Чем отличается дизайн интерьера квартиры от дизайна интерьера частного дома? Ведь на первый взгляд большой разницы не будет. Те же стены, окна и полы. В действительности есть много различий, о которых надо знать до начала ремонта, чтобы не жалеть, когда он будет закончен. Меня зовут Сенчугов Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня я вам расскажу, чем отличается дизайн квартиры от дизайна частного дома. Это поможет вам обратить внимание на важные моменты и избежать ошибок, которые испортят интерьер и дальнейшую жизнь в нем. Планировка на стадии стройки. Первая самая главная ошибка, с которой я постоянно сталкиваюсь, к нам в дизайн студию приходят заказчики и хотят заказать дизайн интерьера для уже построенного дома. Но одно дело, когда вы купили уже готовый дом, а другое, когда архитектор разрабатывал дом под вас, потом вы долго его устроили, и только когда он был построен, вы решили искать дизайнера. Архитектор дома в большинстве случаев не прорабатывает интерьер. Он довольно обобщенный. Там есть зона кухни-гостиной, есть спальни, есть санузлы, но это настолько условное обозначение, что подойдет, наверное, самым непритязательным жильцам. Очень часто заказчики покупают типовой проект дома и сразу же приступают к стройке. Но на самом деле это самый подходящий момент, чтобы привлечь к работе дизайнера интерьера. Когда дизайнер интерьера приступает к разработке планировочного решения, то почти всегда возникают мысли что-то переделать, перенести какие-то стены. Так почему нельзя это сделать сразу же, чтобы не делать дорогостоящих переделок? Дом почти всегда просторнее, чем квартира. Здесь можно реализовать все ваши мечты, которые невозможно реализовать в городе. Большая кухня с островом. Панорамные окна. Отдельно стоящая ванна перед окном. Все то, от чего я отговариваю наших заказчиков, говоря, что все это мы реализуем, когда будем дальше делать ваш загородный дом. Есть еще один важный момент, который связан с особенностью конструктива каркасных домов. Каркасный дом – это конструктор, который вам привозят на участок и собирают. Так вот, все каналы, в которых потом будет электрика, делаются заранее. Это называется рассверловка. Чтобы сделать правильную рассверловку, вам нужен план электрики. А как сделать правильный план электрики, если у вас нет правильного плана мебели? Чтобы потом добавить в уже готовый каркасный дом розетки и выключатели, нужно будет проявить мастерство декорирования. Но особенности каркасных домов – это вообще отдельная тема, и сегодня мы не будем на ней подробно останавливаться. Подключив дизайнера на стадии архитектурного проекта дома, он заложит в ваш дом правильную планировку с расстановкой мебели. А дальше, пока дом будет строиться, вы можете спокойно приступать к дизайн-проекту, прорабатывать материалы, и все связано именно с дизайном. Это убережет вас от дальнейших дорогостоящих переделок, ну или жизни в интерьере, который вас не особо устраивает. Пожалуйста, не путайте дизайнера интерьера и архитектора. Это совершенно разные профессии, и у них совершенно разные задачи. Еще иногда заказчики просят сделать им ландшафтный дизайн. Ну, это все равно, что попросить глазного врача вылечить вам спину. Совет он, конечно, даст, но эффективность будет так себе. Если есть такая возможность, всегда привлекайте дизайнера интерьера на архитектурной стадии проектирования вашего дома. Инженерные возможности дома. Квартиру в многоквартирном доме мы получаем уже готовую. Мы никак не можем повлиять на стройку, на инженерные решения. И у нас еще есть ограничения, связанные с соседями. А вот в частном доме инженерные возможности гораздо шире. В доме мы можем легко сделать уровень пола в душевой вровень с остальным полом в ванной. Во-первых, можно заранее предусмотреть это и на стадии стройки заложить все уклоны в стяжку. А еще очень простое решение – это сделать отвод воды под потолком нижнего этажа. Ну, представьте, вы приходите к соседям и говорите – «Моя канализация пойдет под вашим потолком». Ну, может быть, вы близкие друзья, и они согласятся это сделать, но если вы поссоритесь, то они просто вам перерубят вашу канализацию. И я действительно видел такие ситуации в Петербурге в старом фонде. Серьезная канальная система кондиционирования вентиляции занимает очень много запотолочного пространства. Иногда доходит до метра. Но если вы строите дом с нуля, то вы можете заранее заложить эту высоту в архитектуру вашего дома, чтобы финальный чистовой потолок был высокий и устраивал вас. Я видел неудачные решения в обе стороны. Например, в коттедже в ванной был очень высокий потолок, и единственное нормальное решение, которое мы придумали – мы просто зашили его и сделали из него кладовку. Или наоборот. В гостевом санузле на первом этаже коттеджа из-за вентиляции потолок стал 2 метра. А учитывая то, что заказчик довольно высокого роста, это смолелась, ну, грубая ошибка архитектора. Еще одно важное инженерное решение, которое недоступно в квартире – это водяной теплый пол. Но об этом мы поговорим отдельно. Используйте инженерные решения, которые дает частный дом по максимуму. Тамбур в прихожей. Я много раз сталкивался с планировкой дома, в которой не было входного тамбура. И я всегда предлагал его добавить. Основная задача тамбура при входе – это отсечение холодного воздуха в зимнее время года. Это чем-то похоже на шлюз космического корабля. И чем меньше дом, тем это может быть актуальней. Я думаю, что многие могли ощутить это, сидя в кафе у входа. Если у заведения нет тамбура, то вы будете чувствовать неприятный холод на спине каждый раз, когда кто-то заходит во входную дверь. Второе полезное свойство тамбура – здесь вы можете разместить всю уличную одежду и обувь. Таким образом, вся грязь, весь тающий снег – все это будет оставаться в тамбуре. На полу тамбура можно уложить керамогранит, который максимально устойчив к внешним воздействиям, а весь остальной дом сделать в инженерной доске. А вот в квартирах вместо тамбура используют двойные двери. Это по сути тот же тамбур. Еще бывает ситуация, когда хозяева квартиры захватывают часть общего коридора. Они просто ставят новую стену с дверью и таким образом получают дополнительный тамбур, где можно оставить уличную одежду. И в некоторых случаях это совершенно легальная история, если вы не нарушаете права других жильцов. Например, их доступ к пожарному щитку или счетчикам. Но если вы делаете это без согласования, то есть большая вероятность, что ваша управляющая компания заставит вас снести ваш самострой. Конечно же, тамбур нужен не всегда. Например, в теплом климате его не делают. Вы не увидите входной тамбур в Дубае или Тель-Авиве. Там даже прихожая довольно условная. А качественные современные входные двери могут частично решать задачи тамбура. Но если вы в северных широтах, то не стоит о нем забывать. Учитывайте при проектировании дома, нужен ли вам входной тамбур. Межэтажная лестница. Один из элементов интерьера, которых в большинстве случаев нет в квартирах, это, конечно же, межэтажная лестница. Лестница является одним из главных украшений вашего дома. Мы не будем сегодня подробно разбирать, какие они бывают, как их проектируют. Тут есть два параметра, которые влияют на стоимость. Лестница состоит из двух частей. Несущая конструкция и чистовая отделка. Тут выбор очень широкий, и нужно соотносить ваш бюджет и эстетическую составляющую. Но, поверьте мне, дешево не будет ни в одном из вариантов. Второй минус – это полезная площадь дома, которая забирает лестница. Это объясняет то, почему квартира в 100 метров ощущается гораздо просторнее, чем дом в 100 метров. Если у дома маленькая площадь, то обязательно используйте пространство под лестницей. Если площадь позволяет, то можно сделать воздушную легкую лестницу и не подшивать конструкцию под ней. Главный момент, о котором почему-то все забывают – это комфортный подъем. Он часто является сюрпризом для жильца, когда он уже приехал в готовый дом. И если ступень лестницы выше 18 см, то она становится очень крутой. Не такой крутой, как дизайн проекта от нашей дизайн-студии, а крутой, как ответственная скала, на которую вы собрались идти в домашних тапочках. Подниматься, особенно спускаться по такой лестнице, будет очень неудобно. Если ступень ниже 13 см, то движение будет тоже неудобным и проще уже использовать пандус. Самая комфортная высота ступени – 15 см. Глубина ступени рассчитывается пропорционально по таблицам. Вообще, сегодня каждый раздел – это огромная тема, которую просто невозможно охватить в одном выпуске. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам больше всего интересно. Может быть, мы сделаем отдельный выпуск на эту тему. При расчете подъема обязательно учитывайте проем над лестницей, чтобы, поднимаясь, не приходилось наклонять голову, чтобы не удариться. При проектировании лестницы не забывайте об удобстве ее использования. Второй свет. Если у вас в доме больше одного этажа, то у вас появляется возможность использовать такой архитектурный прием, как второй свет. Тут, конечно же, нет однозначно правильного ответа, кому что больше нравится. У меня в практике были ситуации, когда заказчики полностью отказывались от второго света и делали там дополнительные гостевые комнаты. И наоборот, чтобы сделать огромное пространство гостиной, чтобы там было много воздуха, второй свет использовали по максимуму. На стадии проектирования интерьера обязательно продумайте, как будет осуществляться доступ к светильникам и шторам, располагающимся на втором свете. Потому что во время ремонта все это будет монтироваться на лесах, но потом же леса уберут, и это может стать большой проблемой. Поэтому после многих лет практики и обратной связи с заказчиками, я рекомендую по минимуму использовать свет в труднодоступных высоких потолках. Еще один момент – это шторы. Если дом со скошенной мансардной крышей, то я всегда рекомендую делать шторы при втором свете по высоте первого этажа. А верхние окна оставлять открытыми. Я еще ни разу не видел красивого решения по декорированию мансардных окон текстилем. Наверное, это могут быть плицея, но они мне не особо нравятся. А если сделать еще автоматическое открывание, то это всегда какие-то скошенные, некрасивые шторы, и просто откажитесь от них, оставьте второй свет в покое. Забыл об одной важной детали. Крупногабаритные строительные материалы, либо мебель. Иногда тяжело или практически невозможно занести в квартиру. А вот с домом такой проблемы не будет. Второй свет может быть эффектным архитектурным приемом и добавить много воздуха в ваш интерьер. Но не забывайте о практических особенностях. Дровяной камин. Сердце любого загородного дома – это, конечно же, камин. И в отличие от квартиры, он здесь может быть настоящим дровяным, а не паровым или на биотопливе, как в квартирах. В любом частном доме можно легко сделать дымоход. В то время как в многоквартирном доме такая опция доступна только если на последнем этаже. Да и то, я сталкивался с этим, наверное, только в самых элитных домах. Камин – это очень дорогое удовольствие, и устанавливать его нужно только, если вы очень любите настоящий огонь в доме. Я своими глазами видел лежащую по несколько лет в топке камина инструкцию, как им пользоваться. Знаете, есть такие магазины, где продаются много разных безделушек для вашего дома, и вы просто не можете пройти мимо, что-то не купить. А потом это лежит у вас дома, и вы этим не пользуетесь. Так вот, с камином так не получится. Это реально дорогая вещь. Если вы все-таки решили поставить в своем доме дровяной камин, то надо помнить о двух вещах. Во-первых, камин – это очень тяжелая вещь. Под него обязательно нужно делать закладную, чтобы не провалился сквозь пол к вам в подвал. Дымоход тоже довольно тяжелая вещь. Он может подходить к камину как сверху, так и сбоку. Он может идти по стене и внутри стене. В некоторых домах дымоход является частью архитектурного облика и его доминантой. Во-вторых, не рассчитывайте на камин, как на отопительный прибор. Конечно же, есть модные покрытия, которые аккумулируют тепло во время работы камина, а потом медленно отдают тепло, как печь. Но это, конечно же, больше сделано для эффекта печи, а не для ее функции. Функция камина, в первую очередь, декоративная. Печь может использоваться в доме для отопления. У нее совершенно другая конструкция дымохода, которая удерживает тепло. Камин прогорает по прямой насквозь. Тепло сразу же уходит. Как мы все знаем, на теплой печи в деревне спят коты, а через каминную трубу пролезает Санта-Клаус. Не наоборот. Хотя я недавно слышал довольно страшную историю о человеке, который хотел порадовать своих детей, полез через дымоход. В общем, дальше я не буду рассказывать. Если вы решили установить в доме камин, то обязательно учитывайте его вес. И не рассчитывайте на него, как на отопительный прибор. Водяной теплый пол. Самый распространенный способ отопления в частном доме это, конечно же, водяной теплый пол. И нас периодически спрашивают заказчики, а что если в моей квартире, в многоквартирном доме, сделать водяной теплый пол? Я сделаю котел, будет недорого, но я всегда всем говорю, что это криминал, и если об этом узнают, вам придется переделать вообще всю квартиру. А если вы еще и затопите соседей, ну это прям вообще мрачная история. С теплым водяным полом я, конечно же, захожу на чужую территорию, и, наверное, вы будете писать, куда этот дизайнер лезет, но я хочу просто описать общие вопросы, которые стоит проговорить с вашим архитектором. То, на что стоит обратить внимание в связи с водяными теплыми полами. Воздух, нагреваясь от теплого пола, поднимается вверх, и получается, что в помещении было тепло, нужно хорошенько растопить теплый пол. Но тогда вам будет некомфортно ходить по нему босиком. Очень многое зависит от энергоэффективности дома, насколько он сберегает и не отдает тепло на улицу. Чтобы понизить температуру теплого пола, иногда в расчете используют дополнительные отопительные приборы. Это могут быть стальные радиаторы под обычными окнами или конвекторы, встроенные в пол под панорамными. Получается, что у вас два независимых контура обогрева дома, и вы можете комбинировать их температуру, чтобы добиться максимально комфортных условий. Есть еще один способ, я несколько раз его встречал. Делают два контура теплого пола. Основной, он не такой горячий, и второй горячий под окнами. Он отсекает холод, который идет из окон. В домах, где несколько этажей, чаще всего делают первый этаж полностью с водяным теплым полом, а второй этаж уже без. И в ваннах делают электрический теплый пол, чтобы минимизировать толщину стяжки и максимально сохранить высоту потолка. Если у вас в доме водяные полотенцесушители, то, пожалуйста, делайте их на отдельный тепловой контур. В противном случае вам будет очень тяжело регулировать их теплоту. У меня есть пример, когда в ваннах полотенцесушители были на одном контуре с теплыми полами, и там просто была сауна. И заказчику стоило больших трудов регулировать их тепло. Там это получилось не с первого раза и не так легко, как кажется. Главный момент, связанный с водяными теплыми полами и дизайном интерьеров, нужно использовать чистовые материалы, легко отдающие тепло. Лучше всего для этого подходит керамогранит, а хуже всего натуральный массив дерева. Он практически не передает тепло. Если вы делаете дизайн-проект на архитектурной стадии дома, то вы можете совместно с архитектором исключить теплые полы под мебелью. Это поможет вам избежать рассыхания мебели. Это очень важно. Есть разные способы отопления дома с участием водяных теплых полов. Обязательно обсудите их с вашим архитектором. Котельная и гараж. Паркинг в многоквартирном доме это общее пространство для жильцов, где стоит множество машин. А котельная это вообще чаще всего отдельное здание. А в частном доме это все находится под одной крышей. В оформлении котельных дизайнеры интерьера очень редко участвуют. Единственное, что я могу посоветовать, вы можете рассмотреть вариант использования котельной как постирочной. Там можно разместить стиральную сушильную машину. И если вам подошел такой вариант на стадии планировки, то надо будет подвезти туда воду и канализацию. Я помню в детстве смотрел фильм «Один дома», и там главный герой маленький мальчик, он остался один дома, и он до ужаса боялся спуститься в подвал, в котельную. И белье стиралось там же. По поводу паркинга я всем рекомендую облицовывать пол и стены полностью керамогранитом. Тогда зимой будет очень легко убираться, и можно даже мыть вашу машину. На практике я столкнулся с тем, что какой бы хорошей ни была вентиляция, хозяева дома очень редко ставят машину в гараж, потому что все равно в интерьер попадают выхлопные газы. И чаще всего паркинг превращается в склад. Продумайте, как вы будете использовать котельную и гараж. Это повлияет на проект вашего дома. Стоимость ремонта. Для ясности мы говорим о стандартных ситуациях, не о пентхаусе тысячи метров против замка на 60 гектаров земли. Это какая-нибудь трешка против обычного двухэтажного дома стандартной площади. Сегодня в больших городах можно сравнить стоимость квартиры со стоимостью участка с домом где-нибудь за городом. В городах в зависимости от района очень сильно меняется стоимость квартиры. Так же, как и стоимость участка за городом. Но в любом случае она несравнимо ниже, чем у квартиры. Стоимость самого частного дома никак не зависит от локации, а только от его конструктива. Я видел, когда участок очень далеко от города и очень дешево стоит, и там стоит дорогущий дом. И наоборот, когда участок очень близко от города, и стоит безумных денег, и при этом дом там совершенно простой. По поводу дизайна интерьера могу сказать, что стоимость ремонта квартиры и частного дома будет примерно одинаковой, потому что материалы те же и работы те же, и все будет напрямую зависеть от вашего бюджета. Конечно же, дом по площади больше, затраты на материалы работы будут выше, но это все будет компенсировано стоимостью участка и строительных работ. И еще чем больше площадь квартиры, дома, стен, тем больше по ним размазывается стоимость за метр квадратный. Но в частном доме очень много работ закрывается уже на стадии стройки, а в квартире вам нужно их делать с нуля. Ремонт частного дома, конечно же, дороже, чем ремонт квартиры. Но и покупка квартиры гораздо дороже, чем покупка участка и строительство дома. Тут уже каждый выбирает, что ему ближе по бюджету и философии жизни. Мы еще много чего не обсудили. Сауну, бассейн, аквадискотеку, комнату грязи. Но я думаю, что на сегодня будет достаточно. Какие еще отличия квартиры от частного дома вы знаете и на что стоит обратить внимание? Пожалуйста, напишите в комментариях, мы все их читаем, и я думаю, что всем нам это будет полезно. Монетизация сейчас не работает. Если вы хотите поддержать наш канал и выпуск новых роликов, то я оставлю ссылку на наш бусте под этим видео. Обязательно поддержите видео лайком, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok